Пусть Господь благословит Вашу дорогу и пусть Господь благословит Ваши Марии. Спаси Господь Вас всех! Благословение Господа нашего Иисуса Христа пребывает со всеми Вами. Аминь! Сотни человек пребывают в Матичинскую Церковь Благовещения из самых разных регионов России. Храм 17 века наполнен особой атмосферой. Участники крестного хода нараспев читают молитвы, а затем причащаются. Литургия для собравшихся – обязательный ритуал. Христианин старается каждое мероприятие, важное, начать с того, что он причащается к христовых тайнам. Поэтому это мероприятие начинается с литургии, божественной литургии. Верующие собираются у памятника Николаю II. Крестный ход от государя к преподобному начинается именно здесь. За три дня паломники преодолеют 80 километров. В первый день процессия посетит Пирогово и Пушкино, во второй – Зеленоградский и Софрино, в третий – Мураново и Ходьково. Конечная цель маршрута – Сергиев Посад. Движемся мы по трем округам. Это Мытищинский, Пушкинский, Сергиев Посадский. Преимущественно, конечно же, по лесным тропам. С точки зрения христианской церкви, участие в таком мероприятии помогает человеку очиститься от грехов и встать на истинный путь. Пройти пешком от Мытища до Сергиева Посада – значит стать еще ближе к идеалам православной веры. Главное – покаяние в сердце. То есть, если человек идет вне зависимости от возраста, вне зависимости от статуса и духовного его расположения, если он идет действительно с покаянием, с молитвой, то Господь Бог с Престой Богородицы и с Игуменом нашим Сергием, конечно же, эту молитву услышит. Одни участвуют в мероприятии первый раз, в то время как другие ходят всей семьей уже много лет. Вне зависимости от духовного опыта, всех этих людей объединяет чувство глубокого уважения к церкви и ее заветам. Самый первый раз, когда еще этот крестный ход возобновился, я в нем участвовал. И моя семья, у меня пять детей, и мы всегда очень в крестные ходы разные. В Курске коренной мы ходили еще до пандемии. И вообще такие мы крестоходцы, уже многолетние, с маленькими детьми, с колясками и так далее. Мы все собираемся для того, чтобы показать, что мы вместе, что мы несем Слово Божие, что-то хорошее, светлое, в наше непростое, сложное время. В воскрешении Руси не будет без крестных ходов, это вот Иоанн Кальшатский, святой наш, сказал. Поэтому здесь Святая Русь собирается, молится за весь мир, а мир стоит на молитвах Святой Руси. Поэтому чем больше будет крестных ходов, тем больше будет продерживаться этот мир бренный. Крестный ход – символ духовного подъема. При общении к подобным мероприятиям спасает душу и благословляет на подвиги. Верность таким традициям – первый шаг к самосовершенствованию. Евгений Ощепков, Александр Соломкин, Первый Матищинский. Евгений Ощепков, Александр Соломкин. Продолжение следует...